Одинокие пенсионеры и молодая семья потеряли своё жильё. Кто оставил их на улице? Люди с инвалидностью могут рассчитывать на бесплатную помощь в центрах социальной адаптации Тен-Ко-Хам, где предлагаются психологическая поддержка, юридические консультации и обучение. Расскажем, как их получить. Это программа «Народный контроль». Здесь непридуманные истории казахстанцев будут услышаны и показаны. С вами я, Дамир Галиев. Здравствуйте. Житель Тараза Еркебулан Адельбек утверждает, что стал жертвой мошенничеством, когда приобрёл двухкомнатную квартиру. Он пояснил, что предыдущий владелец жилья заключил сделку с недееспособной женщиной и в итоге квартиру перепродали Еркебулану, оставив престарелых брата и сестру Жанжегитовых на улице. Суд признал оба договора купли-продажи незаконными и теперь уже молодая семья Еркебулана осталась без крыши над головой. Моя коллега Шалпан из Басар встретилась со всеми участниками этой запутанной истории. И вот что она узнала. Если сравнить от старого видео, здесь вообще не было унитаза. Я не знаю, куда ходили эти люди. Ванна эта вообще была в плачевном состоянии, кафеля не было. Здесь тоже самое был демонтаж старых обоев и старого кафеля. На данный момент, значит, окна поставлены пластиковые, натяжные потолки. Полностью демонтаж старой штукатурки, новая штукатурка, выключатели новые. Также полы здесь полностью демонтированы, старый. Этот материал, который здесь лежал, мы так и не поняли, что за материал был. То ли ДСП, то ли Лилолиум, а мы это все демонтировали. По деньгам у нас 2 миллиона ушло на материалы, 500 тысяч заработали. Сейчас, по словам Еркебулана, уже ничего не напоминает. То, в каком состоянии находилась квартира еще несколько месяцев назад. Жить в ней было невозможно. На стенах потеки и плесень. Сантехника в нерабочем состоянии. Однако, ее цена была ниже рыночной, что его и привлекло. Все сбережения семьи ушли на покупку и ремонт. И, кроме того, им пришлось взять кредиты в банке, вспоминает мужчина. Я созвонился с хозяином объявления и договорился о показе квартиры. Цена была указана как 9 миллионов тенге. Мужчина представился мне как охлас дукен уло и сказал, что является владельцем квартиры. Я передал ему задаток в размере 50 тысяч тенге. Однако, уже при оформлении сделки у нотариуса выяснилось, что класс был лишь посредником. Настоящим владельцем квартиры оказался Ербол Байжанов, которого я увидел впервые на сделке купри-продаже. Я передал ему оставшуюся сумму. Ербол написал расписку о получении 9 миллионов тенге. Однако, через полгода Еркебулан неожиданно получил звонок из прокуратуры. Ему сообщили о факте мошенничества, связанном с его квартирой. Выяснилось, что родственники прежней владелицы, узнав о сделке, подали жалобу правоохранительные органы, утверждая, что сделка была оформлена без необходимого согласия и правоустанавливающих документов. Мне сообщили, что я купил квартиру у мошенников. Назвали имена бывших владельцев, но я этих людей не знал. Закон на моей стороне, ну как оказалось, обманывал сам себя. Затем состоялся гражданский суд, который вынес решение в их пользу. Теперь квартира по закону мне не принадлежит. Я должен в ближайшее время ее освободить. Прокуратура города Тарас подала иск о том, чтобы признали, значит, первый договор купли-продажи и второй договор купли-продажи недействительный в связи с тем, что, значит, сама хозяйка, которая ранее владела данной недвижимостью, является недееспособной. На момент продажи она была недееспособной. В связи с этим судья, значит, отменила данные договора. И во время судебного заседания Яркебулан заявил ходатайство о том, чтобы его признали, значит, добросовестным покупателем. Прежними владельцами злополучной квартиры оказались пенсионеры брат и сестра Жанжигитовы. Но уже несколько месяцев они проживали в городском центре ресоциализации для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Брату Крыгсбаю 73 года, сестре за 60 лет, и она много лет прикована к постели. Женщина – инвалид первой группы. Детей у пенсионеров нет, но, по словам сотрудников учреждения, у них есть родственники. Вот только до сих пор никто из них не захотел забрать их к себе. Проживание здесь разрешено только на год. В дальнейшем у женщины должен появиться опекун. Однако ее брат Крыгсбай Жанжигитов не может стать опекуном, так как сам нуждается в помощи. У него должна быть собственная квартира и возможность ухаживать за сестрой. Мы неоднократно обращались к другим родственникам, как письменно, так и по телефону, но до сих пор не получили определенного ответа. Сейчас Жанжигитов Крыгсбай не состоит на медицинском учете, хотя раньше был зарегистрирован. Если родственники откажутся, нам придется определить женщину в специализированное учреждение для инвалидов. Крыгсбай Ага рассказывает, что он сам заработал на квартиру, в которой они с сестрой прожили более 30 лет. Записал ее на имя сестры, чтобы обеспечить ей безопасность и стабильность. В течение многих лет Крыгсбай Ага ухаживал за своей сестрой. Новость о продаже единственного жилья для них стала настоящим ударом. С классом я познакомился в мечети в прошлом году. Он часто приходил ко мне и постоянно одалживал деньги. Однажды он сказал, что у нас в квартире много тараканов и предложил провести дезинфекцию. Под этим предлогом он отвез нас к своим родственникам. После этого мы начали переезжать с одной квартиры на другую. В итоге оказались в этом центре как бездомные. Пожилой мужчина, едва сдерживая слезы, делится, что когда он пришел в свою старую квартиру, ему открыл неизвестный молодой человек, который представился Иркебуланом и сообщил, что купил квартиру у некого Ербола Байжанова. И теперь он хозяин квартиры. Моя племянница подняла шум, когда узнала, что квартира продана. Я считаю, что виноватый класс. За него мы остались на улице. Мы даже не знали, что квартира продана. Я нигде не ставил свою подпись. Они ее подделали. Но тот самый посредник Эхлас Дукенулу настаивает, что именно Кыргызбай Ага обратился к нему с предложением продать квартиру. По его словам, это было сделано, чтобы отвезти сестру на лечение в Алматы. И тогда он предложил купить квартиру своему знакомому Ерболу за 5 миллионов тенге. Он осмотрел квартиру и о цене договаривался с Кыргызбаем Ага. Ербол оплатил коммунальные долги за квартиру около 500-600 тысяч тенге. Я видел, как Ербол передал Кыргызбаю Ага 1 миллион тенге, но как были переданы остальные деньги, я не видел. Я получил свои деньги за посреднические услуги. Ербол пригласил своего нотариуса и оформил сделку. Через две недели он продал квартиру Еркибулану. После этого Кыргызбай Ага с племянницей подали на меня заявление в прокуратуру, утверждая, что я под предлогом дезинфекции вывез их из квартиры и продал ее. Сейчас уголовное дело возбуждено только против меня, но я считаю, что виноват не только я. По моему мнению, Ербол с нотариусом провернули эту сделку, а Кыргызбай Ага лишь притворился, что не продавал квартиру. Ну вот Ербол Байжанов, первый покупатель квартиры, имеет совершенно иную версию событий, чем посредник Эхлас Ду Кенулы. Он рассказывает, что познакомился с Эхласом, когда работал таксистом, и тот представился ему не как Эхлас, а под именем Диаз. Ербол утверждает, что именно Диаз предложил ему приобрести квартиру, якобы принадлежащую его родственнику. Квартира была в ужасном состоянии, дышать там было практически невозможно. Но меня привлекла низкая цена. Кыргызбай Ага сказал, что опекун своей сестре и может подписывать документы за нее. На вопрос, где они будут жить, он ответил, что благодаря Эхласу получил социальное жилье от государства. Чтобы я поверил в честность сделки, Эхлас позвонил своей матери, и она сказала, что они родственники с Кыргызбаем, и подтвердила, что сын присмотрит за ними. Я передал старику один миллион тенге и оплатил 600 тысяч за коммунальные услуги. Остальную сумму по просьбе Эхласа отдал ему. Ербол Байжанов решил выставить квартиру на продажу за большую сумму ее первоначальной стоимости. Спустя две недели после покупки ему позвонил Эхлас и сообщил, что у него есть потенциальный покупатель на жилье. Позже я узнал, что Эхлас без моего ведома сам размещал объявления и брал задатки у людей, после чего исчезал. В нотариусе я впервые встретил Ирки Булана. В объявлении была указана цена 7 миллионов 200 тысяч тенге. Ирки Булан рассказал мне, что все это время Эхлас выдавал себя за владельца квартиры и взял с него 50 тысяч тенге в качестве задатка. Мы с Ирки Буланом немного поторговались и договорились о сумме 6 миллионов 700 тысяч. Эти деньги он отдал мне при нотариусе в присутствии своих друзей. Однако в договоре мы указали сумму 9 миллионов тенге. Ербол Байжанов готов был вернуть Ирки Булану Адльбеку 6 миллионов 700 тысяч тенге. Однако Ирки Булан настаивает на компенсации полной суммы, указанной договоре 9 миллионов тенге, так как он понес расходы на ремонт. Ербол считает себя добросовестным покупателем и возлагает вину за возникшие проблемы на посредника Ихласа Дукенулы, обвиняя его в мошенничестве. В прокуратуре мне сказали вернуть квартиру, но я тоже добросовестный покупатель. Меня вел в заблуждение Ихлас, и в итоге он оставил стариков без дома. Я тоже собираюсь подать на него заявление, потому что он подставил меня, а сам остался в стороне. У меня есть все аудио и видеодоказательства, что он всех обманул. Сначала он признавал свою вину, а теперь пытается обвинить меня, чтобы выйти сухим из воды. Он настоящий мошенник, и я слышал много историй о том, как он не раз обманывал людей. Сейчас интересы Ерки Булана Дельбека представляет общественница Жанар Ястаева. И она озвучила совершенно новые факты, которые могут изменить ход всего дела. В частности, по ее словам, вся эта история произошла не без участия родственников брата и сестры Жанжигитовых. Через, так скажем, неофициальные источники мы узнаем, что брат Кинжи Биби Кархсбай, который расписался за Кинжи Биби в договоре купли-продажи, состоял на учете с диагнозом шизофрения с 1972 года по 2022 год. То есть, старику, которому 70 лет, 50 лет он состоял на учете по диагнозу шизофрения. В 2022 году, если человеку 70 лет, кому интересно снимать его с учета? Значит, был какой-то интерес даже среди своих родственников, я так думаю. Потому что со стороны человек не знает, состоит он на учете или не состоит. Именно его руками сделана была эта сделка. Даже если посмотреть на состояние квартиры, на момент, когда совершался договор купли-продажи, или на момент, когда Ельке Булан купил эту квартиру, вы видели, если кто-то заботится о двух людях, родственниках, один одиноко проживающий старик и другая инвалид первой группы. Там же не видно, что родственники, кто-то из них помогает. А здесь появились такие родственники, которые прямо реально сейчас решили подать заявление в прокуратуру. Эти родственники знали, что этот договор купли-продажи в конечном итоге будет признан недействительной. И эта квартира снова вернется. Ельке Булан Адельбек обратился с заявлением в прокуратуру с требованием привлечь виновных лиц к уголовной ответственности и признать его добросовестным покупателем. По его словам, сейчас заявление находится в полиции. Но вот только Ельке Булан считает, что правоохранительные органы не спешат с расследованием его дела. Мы будем следить за этой историей.